Добрый день! Приближается светлый праздник Пасхи, поэтому сегодня печем куличи по простому рецепту. Получаются они вкусные, не сухие, с глазурью, которая не трескается и не осыпается при нарезке. Давайте приготовим! Продукты, которые нам понадобятся для приготовления куличей и глазури, вы видите у себя на экране и в описании под видео. В первую очередь мы подготовим опару. Заводить мы ее будем сегодня на живых дрожжах. Куличики у нас должны получиться влажные и тесто для них будет тяжелое. Сухие дрожжи могут просто-напросто его не поднять. Итак, живые дрожжи мы разминаем руками, ну либо вилочкой, чем вам удобнее. Добавляем к ним пару чайных ложек сахара, легка перетрем. Добавляем теплое, но не горячее молоко. Температура его примерно 35 градусов. Все перемешиваем и добавляем сюда пару столовых ложек муки. Тщательно размешаем. Миску накрываем и оставляем в теплом месте минут на 20-30, чтобы дрожжи у нас начали работать. За это время опара у нас должна подойти, увеличиться в объеме и на поверхности появятся пузырьки. Пока подходит опара, мы подготовим все остальные продукты. Творог нам необходимо растереть, либо перебить, чтобы он стал более мелкий. Я добавляю в него соль и ванильный сахар. Посмотрите, добиваемся вот такого пюреобразного состояния. Теперь мягкое сливочное масло комнатной температуры мы собьем с оставшимся сахаром. По одному вводим сюда яйца и смешиваем до однородности. Все смешали, сахар у нас практически растворился. Теперь отправляем сюда творог. Все это хорошенько перемешаем. Посмотрите, опара у нас замечательно подошла. На поверхности появилось много-много пузырьков. И теперь мы смешиваем опару и творожную смесь. Теперь вводим муку и замешиваем тесто. Вымешивать будем минут 10. Чтобы тесто сильно не прилипало и его было легче вымешивать, руки можно смазать растительным маслом. Муку пока я не добавляю дополнительно. Посмотрите, тесто я хорошо вымесила. Получается оно такое очень мягкое, слегка липнет к рукам. Но в то же время, посмотрите, оно отстает от рук. Теперь мы убираем тесто в миску. Накроем миску полотенцем и пусть постоит в теплом месте минут 15-20, чтобы тесто у нас немного подошло. Изюм я предварительно хорошо промыла, залила его кипятком. Он у меня постоял минут 7, затем воду слили, изюм хорошенько обсушили. Теперь я добавляю в него муку, совсем чуть-чуть. И хорошенечко перемешаю изюм с мукой, чтобы мука его вот так вот обволакивала. Тесто у нас немного подошло. И теперь мы вмешаем в него изюм, который предварительно обваляли в муке. Делали мы это для того, чтобы изюм у нас лучше распределялся по тесту и не забивался в один комок. Можете, кстати, добавлять в тесто также цукаты, орехи и, например, лимонную либо апельсиновую цедру. Будет тоже очень вкусно. Формы для выпечки я хорошенько смазываю растительным маслом. Выпекать куличи я буду вот в таких обыкновенных бумажных формах. У меня формочки диаметром 12 сантиметров. Заполнять тестом я их буду чуть меньше половины. И у меня получится 3 кулича. Поэтому тесто мы делим и распределяем по формочкам. Накрываем полотенцем и оставляем для растойки в тёплом месте. Тесто у нас должно подойти и увеличиться в объёме, хотя бы до края формы. Тесто у нас подошло. И теперь отправляем куличи выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Сначала на 15 минут. Затем снизим температуру до 160 градусов и будем выпекать до готовности. Готовность проверяем деревянной палочкой. Время выпекания индивидуальное и зависит от размера формы. После того, как куличи начнут подрумяниваться, можете накрыть их пергаментной бумагой, чтобы корочка сверху не подгорала. Куличи у нас готовы. И пока они слегка остывают, мы с вами приготовим глазурь. Глазурь у нас будет всего из трёх ингредиентов. Желатин, вода и сахар. Итак, в желатин добавляем воду. Вода у нас температуры примерно 70 градусов. Добавляем где-то столовую ложечку. Всё хорошенько перемешиваем. Пока набухает желатин, приготовим сахарный сироп. Для этого в ёмкость мы отправляем сахар. Добавляем воду. И всё это будем нагревать, пока сахар у нас не растворится. Постоянно помешивайте, чтобы масса у нас не пригорала. Посмотрите, когда сахар растворился, убираем массу с огня и дадим остыть буквально минутку-две. Сироп немного остыл. Теперь отправляем сюда набухший желатин. И всё это быстро взбиваем миксером или блендером. Вот такая глазурь у нас получается. И теперь смазываем ею поверхность наших куличей. Глазурь застывает быстро, поэтому сразу же, как её приготовите, смазывайте куличи. Пока глазурь ещё не застыла, произвольно украшаем куличи. Куличи готовы, глазурь застыла. Давайте разрежем и посмотрим, какие они получились внутри. Такая глазурь при нарезке не крошится и не осыпается. Отворожное тесто внутри получается мягкое, не сухое, такое, как мы и хотели. Но при этом оно отлично пропеклось. У нас на канале ещё есть видео, как приготовить очень вкусный пасхальный венок с тремя видами начинки. Кому интересно, можете посмотреть. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Поздравляем вас с наступающим праздником. И желаем вам мира и добра. Ставьте лайки, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok